Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Процесс пошел. Рада начала рассматривать закон об антикоррупционном суде. Каким он будет после поправок и что на это скажет МВФ. Стоп машина. Львовские железнодорожники отказались выезжать из депо на неисправных локомотивах. Кто пострадает от итальянской забастовки? Опять погром. В Тернопольской области на лагерь ромов напали вооруженные молодчики. Кто прятался за балаклавами? Зачем позвали? Марк Цукерберг отчитался в Европарламенте. Почему вопросов оказалось больше, чем ответов? Преступили. После длительных переговоров с МВФ, Венецианской комиссией и после консультации внутри парламента в Раде все же решили вынести законопроект об антикоррупционном суде в сессионный зал. Надо отметить, в полупустой зал. А ключевая скандальная поправка о роли международных экспертов при отборе кандидатов в суде так и осталась несогласованной. Что мешает договориться? Разбирались мои коллеги. Перед тем, как зайти в зал, главы фракции уже успели побывать на совещании у спикера. Главный вопрос – выносить или не выносить в зал на рассмотрение закон об антикоррупционном суде. Рубий консультировался у руководителей фракции о рассмотрении этого законопроекта. Большинство фракций сказали, что нужно начать сегодня. Деякие говорят, что нужно начать завтра. Но ключевая правка – у кого будет больше полномочий при назначении кандидатов? У международных экспертов или ВККС так и осталось предметом переговоров. Договориться нужно не столько внутри парламента, сколько с международными партнерами МВФ и Венецианской комиссией. Решение МВФ, скажем так, и не поляга МВФ на том, чтобы залучались только международные специалисты, полная недоверие судям и специалистам из Украины, а соответствующим образом от окремления наших специалистов от процесса формирования судов. Мы уже прошли период, когда уряд попризначали варягов, приезжих из других стран, других граждан, и этим завершили. Они все повтекали, они все поехали из страны. Такую саму систему пытаются создать судовую галлю. Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что окременно выделено суду и тиском внешних факторов. Это противоречит национальным интересам нашей страны и не даст ничего доброго. Реально брать вас коррупцию, для этого нужна политическая воля. Все суды – только инструменты. Сегодня весь парламент фактически заручником борьбы за право призначать судов, а вот же контролировать этот суд. С одного боку влада, с другого боку зовнішнее управление. Погадиться на международных экспертов – это фактически Украина признает, что отказывается от суверенитета. А куда деваться селянам и своими земельными питаниями, майновыми питаниями? А куда деваться работникам? А куда деваться всем другим гражданам? То есть им коррупционные суды и какие-то отдельные антикоррупционные, руководящие или владой, или зовнішими. В БПП и Народном фронте все это время не теряют надежды договориться и убедить международных партнеров, чтобы последнее слово при отборе кандидатов было у высшей квалификационной комиссии судей. Нам необходимо принимать такое решение, чтобы самая международная рада экспертов была крюшл-ролл, то есть решительную роль, но в порядке с тем, чтобы осталась норма, которая отвечает Конституции, чтобы ВГКС и высшая рада правосудия принимали решение. Это очень чувствительно, чтобы мы не дали возможности любым сторонним организациям впливать на государственные решения. Мы считаем, что комиссия, которая будет рассматривать и давать заперечения, это могут быть представители исключительно тех международных организаций, с которыми Украина уже на сегодня мает чинные международные договоры. Также проводится механизм оскаржения таких претензий, что кандидатов. Они имеют возможность проходить повторно рассмотрение уже перед комиссией ВГКС. Группа международных экспертов, которые будут консультационным органом, они не будут призначать судей, они не будут их добирать, но они скажут, кто из кандидатов недоброчесным, кто из кандидатов замешан в коррупционных справах, кто из кандидатов убрал в хабаре. И такие кандидаты не могут быть в подальшем суде МВКС. То есть международные эксперты не впливают прямо на то, кто сам станет судением, но они скажут, кто-нибудь не может. В полдень Совет Фракции БПП отправился на еще одно дополнительное совещание. Снова решать, ставить законопроект или нет. Другие фракции напоминали о последствиях неголосования. Идется, чтобы все правильно понимали, не просто про выделение 1,7 или 1,9 миллиардов долларов в траншу от МВФ. Права в том, что выделение траншу международным валютным фондом является индикатором для залучения финансирования дешевого и долгосрокового от других кредиторов, в частности, и от европейских кредиторов. После полудня в Раде решили, закон все же ставить на голосование, хотя о роли международных экспертов так и не договорились. Рассматривать поправки, которых, к слову, 1927 решили в полупустом зале. Правда, большинство из них технические. Сам же документ небольшой, всего 19 страниц. И на финальное голосование парламент выйдет, скорее всего, на следующей пленарной неделе. Таким образом, у руководства Рады появилось дополнительное время на разговоры и уговоры с международными партнерами. Ксения Барвиненко, Екатерина Лысенко, Вадим Сверидонов, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. По спрет МВФ в Киеве, Йоста Людман подчеркнул, что переговоры по законопроекту об антикоррупционном суде продолжаются. Отметил, что Киев должен помнить о своих обязательствах в рамках программы кредитования. О создании антикоррупционного суда говорили сегодня и в Кабмине. Премьер-министр Гройсман попросил депутатов не затягивать с принятием этого закона. Что еще решили сегодня министры, узнаем от Павлина Василенко. Антикоррупционный суд должен стать последним звеном, необходимым для борьбы с коррупцией в Украине, уверен премьер. Если за 4 года в стране уже появилась платформа для госзакупок «Прозора» и открыли все реестры, то суд будет финальной точкой. Премьер надеется, что уже на этой неделе нардепы проголосуют за его создание. Безкарность будет породживать наступные злочины. Поэтому такой инструмент сегодня на этом историческом периоде развития нашей державы необходимый. Я наголошу на то, что это будет очень мощный сигнал украинскому суспильству о повной решительности борьбы с коррупцией. Это будет мощный сигнал нашим международным партнерам, что мы створим инструменты, которые будут эффективно выбудовывать борьбу с коррупцией. От суда перешли к ремонту трасс. В этом году заложили рекордные 47 миллиардов гривен. Из них четвертая часть пойдет на ремонт дорог местного значения. За это время проинспектировали 90% дорог, отремонтировали половину. Хуже всего в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. За строительством и ремонтом будут следить пристально. Закупили специальное оборудование и лаборатории для проверки качества укладки покрытия. Если подрядчик схалтурил, обязан исправить. Если нет, пойдет в суд. Мы предпочили гарантийный термин для поточного среднего ремонта 5 лет, для капитальных ремонтов 10 лет. То есть, противостояние этого времени ни одна копийка платников, податков не будет вытрачена на выправление помыслов приватных компаний, которые выполняют ремонт и оборудовательную работу. Шар асфальта меньше, чем был запроектован. Это означает, что кто-то позволил себе свои брудные руки засунуть в кишень украинских граждан. К ответственности должны быть привлечены и те, кто не соблюдает правила противопожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и детских садах. Сейчас Госслужба по чрезвычайным ситуациям продолжает проверку зданий. Всего 32 тысячи объектов. За порушения до суду подано позови на закрытие 405 объектов. Из них торговельно-розважальных центров 155, что складает 7% от проверенных объектов. Лекарь 36% от проверенных объектов. До школьных и школьных закладов 220. Принципово важно, чтобы эти порушения были усунуты. И создать постоянный контроль, чтобы люди себя чувствовали в полной безопасности, там, где находятся в местах скупчения великой количества людей. Под конец заседания решили привлечь к проверке пожаробезопасности также руководителей областных и районных администраций. Руководители будут нести персональную ответственность за состояние объектов, которые находятся на их территории, пообещал премьер-министр. Павлина Василенко, Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. О завершении формирования антикоррупционной системы Гройсман говорил сегодня с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства Ихана Самханом. Глава правительства поблагодарил его за поддержку реформы госслужбы и фонда энергоэффективности. Обсудили также децентрализацию, земельную реформу и приватизацию. Мы подходим к реализации достаточно масштабной программы и приватизации в Украине. Вважаем, что в этом году мы должны обеспечить достаточно качественный системный подход. Фактически все нормативные документы уже приняты, в том числе и урядам. И я думаю, что уже в червне мы будем иметь первую реализацию первых завданий на выполнение нового законодавства в Украине, достаточно прогрессивного. Уже сейчас видно, что страна находится в предвыборном настроении, но некоторые реформы все так же должны продолжаться и должны быть реализованы. Также хочу поздравить вас с достижениями, которые уже сделаны по имплементации соглашения об ассоциации и углублению отношений в контексте зоны свободной торговли. Конечно, впереди еще очень много работы. Юбилей отмечает морская пехота Украины. Торжества по этому случаю прошли в Николаеве. Почему у морпехов теперь новый цвет беретов, и как их поздравил президент, узнаем от Андрея Анастасова. Их называют воинами трех стихий. На суше, в воде и в воздухе морпехи выполняют самые трудные задачи. Сегодня во время торжеств по случаю 100-летия морской пехоты свои легендарные черные береты они меняют на новые – цвета морской волны. Все это в рамках реформирования вооруженных сил. Целком природно, что для морской пехоты берет самый колер морской пыль. Президент прибывает на командирском катере, вручает награды военным, отмечает мужество, проявленное морпехами на востоке Украины. И сообщает, теперь день морской пехоты будут отмечать не 19 ноября, а 23 мая. Указ уже подписан. Ревно 100 лет назад, 23 марта 2018 года, гетман Украинской державы Павло Скоропадский отдав наказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы. Незалежность тогда не удалось отстойить. И только теперь мы возвращаемся к нашей исторической памяти и восстановим справедливость. Военные приносят клятву, получают боевое знамя и новые береты. Первым головной убор примиряет командующий морской пехоты Юрий Содаль. Морские пехотинцы, которые, может быть, один из самых первых вступили в противобие с российской агрессией, заслужили свое право написать новую историю. И почему вы сегодня являетесь сведением, как эта история пишется. После этого президент прогулялся по городу, заглянул в кафе на улице Адмиральской, который прошелся по верхней набережной, где выпускники младших классов и их родители как раз отмечали последний звонок. Одна из важных задач Украины считает глава государства обеспечение жильем военных. Уже завтра Петр Порошенко проинспектирует, как реализуется всеукраинский проект по строительству новых общежитий для контрактников. Со временем в них смогут разместиться 23 тысячи военных. Проект вступает в вырешательную стадию в 21 области Украины. Выросли 184 сучасных комфортабельных помещения. Это самый масштабный строительный проект в военных силах, подобного которого еще вообще не было. И третина помещений уже строится сейчас. А на полигоне «Широкий Лан» глава государства осмотрел ход строительства нового военного городка. Здесь будет 11 современных казарм, столовая на 2500 мест, спортивная и база отдыха для контрактников и офицеров. Все работы планируют завершить к 2019 году. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер». Николаев. Ситуация на Донбассе накаляется. Боевики полным ходом применяют танки и артиллерию. Доходит даже до 152-го калибра. Украинским военным все чаще приходится открывать ответный огонь. О ситуации в самых горячих точках на передовой расскажет Игорь Левенок. Это окраина Мариуполя. Такую канонаду жители полумиллионного города слышали в последний раз года три назад. Враг ударил из артиллерии по поселку Толоковка, который является пригородом столицы Приазовья. Окупанты выпустили около сотни мин и снарядов. Разрушенные хозяйственные постройки чудом никто из мирных жителей не пострадал. А это видео на телефон сняли наши армейцы под Авдеевкой. Наемники градом обстреливают украинские позиции. По разрыву два с половиной. Враг активизировался на всех направлениях. Это уже Луганская область. Нулевые позиции в районе Троицкого. Бойцы говорят, обстрелы здесь каждый день. В крайнее время, допустим, по нашему населенному пункту, по Троицкому, начали работать по гражданскому. Там живут мирные люди. По сути коров. Дети в школу ходят. Там немаево, где сковор, куда они стреляют. Поэтому командование бригады отдало приказ успокоить врага. Была поставлена задача командирам бригады собрать два отделения. Взять легкое вооружение, которое может нам выделить батальон. И нанести удар по одной из самых сложных позиций, которые находятся на зоне ответственности нашей бригады. Задачу армейцы выполнили на отлично. Это горят вражеские укрепления, откуда оккупанты обстреливали наши позиции и корректировали огонь артиллерии, стрелявшей по Троицкому. Наши бойцы из противотанковых гранатометов уничтожили блиндаж боевиков. Противник понес потери. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. С Донбасса подробности телеканал Интер. Немедленно освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха требует от Российской Федерации украинский МИД. В дипломатическом ведомстве заявляют об угрозе жизни этих политзаключенных. Оба они объявили голодовку. В поддержку Сенцова сейчас проходит сразу несколько акций. Юлия Ажешко расскажет все подробности. Россия, Ростовская область. Это кадры судебного заседания 2015 года. Именно здесь украинскому режиссеру и писателю Олегу Сенцову вынесли приговор. Наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет и стоит на полном строгого режима. 20 лет строгого режима и обвинения в организации преступной группировки на территории оккупированного Крыма. По версии следствия, Сенцов и его напарник планировали уничтожить памятник Ленину. При этом сам подсудимый все подозрения опроверг. Я никогда не являлся участником правого сектора. Не организовал никаких теоретических групп, не организовал никаких теоретических акций на территории Крыма. В российской тюрьме он уже 4 года. И за все это время ни разу не просил об освобождении. Но требует отпустить украинских политзаключенных. 64 человека. В то же время в его поддержку проходят массовые акции с хэштегом «Фри Сенцов». Из-за бездействия властей 14 мая этого года Олег Сенцов объявил голодовку. Врачи признают, что последствия могут быть необратимыми. Учитывая, что сегодня уже 10-й день протеста. В принципе, все зависит от исходного состояния. Вчитается, могут развиться изменения близкие к необратимым. В поддержку Сенцова выступают многие. В том числе и его коллеги по киноиндустрии. Конечно, я очень сильно поддерживаю тот момент, что этот беспредел и это беззаконие, и нарочитое беззаконие, конечно, должно прекратиться. По поводу там голодовки я могу сказать следующее. Что это позиция, это позиция гражданская. Держись, держись и силы духа тебе еще больше, чем у тебя есть. И смысл обращаться к тем персонам, политикам, дипломатам, которые могут повлиять. Я думаю, что эта волна, которую сейчас мы, украинцы, гражданское общество поднимаем в Украине, оно будет по всему миру. Я очень в это верю и надеюсь. Высказался в поддержку Сенцова и кинопродюсер Владимир Филиппов. Он сообщил, что завтра сотни людей снова соберутся у стен российского посольства в Киеве. На акцию «Фри Сенцов», которая будет длиться до тех пор, пока режиссер не выйдет на свободу. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, что не готовы за них пострадать и умереть. Самый страшный грех на земле – это трусость. Как написал великий русский писатель Булгарский, книги Макс Маргарита. Я с ним согласен. Юлия Жешко, Андрей Ярковой и Павел Лысенко. Подробности – телеканал «Интер». Генпрокурор Украины несколько часов назад выступил в ООН. Главная тема – это борьба с коррупцией. Дмитрий Анопченко с подробностями из штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Борьба с коррупцией. Сегодня тема номер один для Организации Объединенных Наций. В Нью-Йорк пригласили силовиков и юристов из стран, подписавших 15 лет назад специальную антикоррупционную конвенцию ООН. А это практически весь мир. В составе украинской делегации – первые лица Генпрокуратуры, Минюста, нацагентство по борьбе с коррупцией. Для Юрия Луценко это первый опыт выступления с такой трибуны. Да еще и в момент, когда от Украины так много ждут в Штатах. И в первую очередь конкретно подтверждающих, что страна не изменила курса. Критических статей и критичных мнений хватает. И Генпрокурор говорит, прекрасно это понимает. Когда ты говоришь фактами, их ставления очень изменятся. Даже часто вопрос, почему нам про это раньше не говорили. Думаю, что засилье российской информационной войны не только в Украине, но и в западных медиах, нужно и можно долазить рекламу досягнений конкретных фактов. Такий подход, рациональный, очень воспринимает Закин Николаев. То, о чем Генпрокурор планировал говорить с Оуновской трибуны – конфискация средств Януковича. Даже в этом огромном зале не так много представителей стран могут сказать, что у них были хищения такого масштаба и в итоге конфискация такой суммы. Хотя всем понятно, это ведь верхушка айсберга. Поэтому главные месседжи от Луценко, а говорил он специально по-английски, чтобы понятно было без переводчика, нужно упростить конфискацию украденных и выведенных из страны активов, нужна международная координация и нужно общее давление на Россию, где Януковичу и представителям семьи сейчас живется спокойно и вольготно. Понятно, что такие встречи не ограничиваются официальными выступлениями. Понятно, что в кулуарах коллеги и в первую очередь европейцы зададут множество вопросов. И основной, что с созданием антикоррупционного суда. Без него в том числе и в отношениях с МВФ не сдвинуться. То, что здесь в Нью-Йорке говорит украинская делегация, принятие закона вопрос нескольких дней. И хотя формально в ООНовской повестке дня борьба с коррупцией тема всего лишь одного дня, всем понятно, к происходящему в Украине присматриваются и очень внимательно, и от результатов зависит очень многое, в том числе и политическая поддержка нашей страны. И штаб-квартира ООН Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Оружейный скандал с политическим привкусом. В Германии судят менеджеров компании Хеклер энд Кох. Их подозревают в нелегальном экспорте оружия в Мексику и подкупе депутатов Бундестага. Все подробности знает Татьяна Лагунова. По делу проходят шесть бывших менеджеров компании. Прокуратура Штургарта считает, они причастны к нелегальной продаже оружия в Мексику. Несмотря на запрет правительства Германии, поставляли штурмовые винтовки в те мексиканские штаты, где оружие могло попасть в руки наркоторговцев. В период с 2006 по 2009 они занимали различные должности в компании, были причастны к продаже почти пяти тысяч винтовок в Мексику. Процесс идет уже неделю, но в деле неожиданно появился политический привкус. У следствия есть данные, что подсудимые пытались легализировать поставки в Мексику с помощью взяток политическим партиям. Замешанными в скандал оказались две влиятельные политические силы Германии Свободная демократическая партия и Христианско-демократический союз Ангел и Меркель. По данным СМИ, менеджеры компании перевели на счета этих партий по 10 тысяч евро. Ну а потом якобы просили отдельных депутатов помочь получить разрешение на экспорт оружия в Мексику. К громким политическим отставкам этот скандал вряд ли приведет. Деньги декларировались как пожертвования, да и экспорт винтовок в Мексику после взносов никто не разрешил. Ну и баллов партиям, которые оказались замешанными в это дело, тоже не прибавит. Тема Лугунова Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Шесть человек погибли и трое были травмированы в результате столкновения микроавтобуса с фурой во Львовской области. Трагедия произошла сегодня рано утром. Кто ехал в этой маршрутке, выяснили наши корреспонденты. Дорога Киев-Чёп. Зарабетчане возвращались из Чехии. Микроавтобус был практически забит сумками с покупками и подарками родным. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машина догнала грузовик, который ехал в попутном направлении. Отбылось изъявление в заднюю часть попутного вантажного автомобиля. Что привело до его съезда в Киевет по правой и по напрямку рух. Удар был настолько сильным, что в маршрутке сорвало сидение. Спасателям пришлось извлекать пострадавших при помощи спецтехники. Первого потерпелого удалось вытягнуть живым за помощью гидравличного инструмента и передать медицине. На жаль, шестеро загибли, оставались автомобили заблокованными. Среди погибших одна женщина и пять мужчин в возрасте от 30 до 45 лет. Все они жители Ривненской и Хмельницкой областей. Трое мужчин выжили. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии. У водителя легкие травмы. С журналистами он не общается. Был ли шофер трезв, покажет анализ крови. У полиции несколько версий причин произошедшего. Або не выбрана безопасная скорость, дистанция, або он заснул за кормом диска и не смог маневровать. Мы их будем рассматривать. Ну и, конечно, третий – это технический стан транспортного засоба. Окончательную причину аварии установят следователи. В полиции открыли уголовное производство. Андрей Кровец, Виктория Балицкая, Михаил Заярнюк. Подробности – телеканал «Интер», Львовская область. Родственники украинского моряка Андрея Новичкова обратились к президенту и спикеру Верховной Рады с просьбой о помощь. Украинец больше года уже находится в иранской тюрьме. Ему грозит смертная казнь. Новичкова обвинили в убийстве местного матроса, с которым он работал на одном судне. В сентябре минувшего года украинские консулы добились его освобождения из СИЗО под личное обязательство одного из дипломатов. Родственники Новичкова считают, что его могли бы обменять на иранца Али Джедуэля, которого в Украине обвиняют в шпионаже. Команда подтвердила, что Андрей не виноват. Родственники сняли обвинение, что у него не доказана его вина. Новый следователь и сняли с него обвинение расстрела или повешения. После того назначили нового следователя, который три месяца изучая вопрос, опять возвращает ему статью. Парламент может повлиять на МИД. У МИДа есть возможности общения, дипломатического общения с руководством МИДа Израиля. У руководства страны есть общение с руководством Ирана. Есть достаточно много каналов, по которым можно намекнуть прозрачно о том, что наш гражданин должен быть освобожден. Больше никто никуда не едет. Работники Львовской железной дороги присоединились к итальянской забастовке своих коллег из других регионов. На работу машинисты вышли, но садиться в неисправные машины отказались. Все подробности расскажет Галина Якушко. Нет громоотводов, зеркала заднего вида отломаны, колесные пары на обычных хомутах. Так выглядят электропоезда в депо Львовской железной дороги. Их закупили в 80-90-х годах прошлого века. Пожарный стан локомотива, честно говоря, в любом случае он может загореться. Вот, то есть, огняластиков, должно быть 8, только 2 справедливых, то очень добрые. Падение на коле, кожуха у нас, я только из 4 передачи, вот, болотируется, оно падает на коле. Пульты, вот, все тут не закреплено, на ходу это все просто разваливается, неймоверный шум. Это сигнальные лампы, половина их отсутствия. Из-за всего этого машинисты и их помощники объявили так называемую итальянскую забастовку. На рабочие места приходят, но выходить на маршрут отказываются. Сейчас стоят около 15 товарников, которые должны были доставить груз в Закарпатскую область. Полностью за безпеку руху, подчас руху, отвечает локомотивная бригада. Техоптечка на электровозе отсутствия, на всех этих электровозах. У нас нет ни ключев, ни отверток, ни плоскопців. Начальник локомотивной службы Львовской железной дороги никаких проблем с электровозами не видит. Капитальная ремонт КР-2 проводится через 12 лет. Возвращаются практически все характеристики локомотива. К забастовке пересоединились и работники ДПО на станции Клепаров. Там в рейсе не вышли три из пяти локомотивов. На ситуацию отреагировал народный депутат Сергей Каплин. Страйкуют на Укрзалезнице. Там машинисты и все еще работники этого предприятия отримуют мизерную заработную платню. Зате по залезнице гуляют целые чемоданы с грошима. Залезница занимается сегодня невероятной коррупцией. Коррупцией на миллиарды гривен. На миллиарды щомесяц, а не щорок. В локомотивном депо Кривого Рога, где на прошлой неделе сотрудники тоже объявили итальянскую забастовку, работу уже возобновили. А вот местные металлурги по-прежнему отказываются выполнять свои обязанности. Говорят, это опасно для жизни. Сегодня около полтысячи человек пришли к заводу управлению. Требовали повысить зарплату до тысячи евро и отремонтировать оборудование. Но договориться снова не получилось. Галина Якушко, Елена Миндалюк, Юрий Голубенко, Евгений Кагенцов. Подробности телеканал Интер. Новый порядок начисления субсидий может привести к очередному обнищанию населения. Об этом на заседании комитета по вопросам соцполитики заявил народный депутат Сергей Каплин. По его словам, в прошлом году на выплаты субсидий было потрачено 70 миллиардов гривен. Но с мая в Украине действуют новые правила. На компенсацию не смогут претендовать владельцы автомобилей, которым менее пяти лет. Оплачивать коммуналку самостоятельно также будут собственники квартир площадью в 120 квадратных метров и домов более 200 квадратных метров. Я зарегистрировал закон Украины, проект закону Украины про правильный оценный газ. И я с полной ответственностью, как людина, которая часть своего жизни присвятила проблемам и науке про энергосбережение и палоэнергетический комплекс, заявляю, цена газа может быть не выше 3,5 тысяч гривен и крапка. Все другие это заработки нафтогаза Украины, все другие идет на зарплату, на многомиллионные зарплаты руководства нафтогаза, все другие выводятся в офшоры. Сейчас по требованию МВФ они сокращают выплату с бюджета по субсидиям, то есть людей загоняют в сумасшедшую долговую яму и тем самым просто пропагандируют бедность и колоссальную нищету. Поэтому мы требуем пересмотреть этот порядок предоставления субсидий, который вступил в действие с 1 мая. Министерство регионального развития опубликовало рейтинг регионов за 2017 год. Лидирует Харьковская область, на втором месте Ривненская, на третьем Днепропетровская. В хвосте плетутся Черниговская, Николаевская, Донецкая и Луганская области. Регион, которым руководит Юлия Светличная, был признан лучшим по 9 показателям из 60. Это в частности соцобеспечение, развитие предпринимательства, повышение качества образования и защита детей. Столичные активисты продолжают акцию у стен высшего хозяйственного суда Украины. Они утверждают, что располагают информацию об участии судей в рейдерских захватах. Все подробности в нашем материале. С фаерами, плакатами и требованием прекратить коррупционную деятельность судей, несколько десятков столичных активистов собрались под зданием высшего хозяйственного суда Украины. Судьи должны красить! Судьи должны красить! По результатам независимых расследований, заявил лидер общественной организации Алексей Свинаренко, активисты выяснили, некоторые судьи участвуют в рейдерских захватах предприятий. К слову, один из подобных случаев произошел в январе этого года на заводе по переработке соевых бобов в Новой Каховке. Каховка Протеинагра. После обыска предприятия следователь генпрокуратуры Александр Буковчаник вынес постановление передать завод на хранение фирме, которая ранее владела комплексом, но в 2011 обанкротилась. Неизвестное в балаклавах, растянутых спортивных штанах и с битами заняли проходную. Работу завода блокировали больше недели. После попытки действующими охранниками уладить конфликт, неизвестные применили огнестрелы и холодное оружие. Четверо людей попали в больницу, один с огнестрельными ранениями. По мнению активистов, необходимое решение в пользу бывших собственников принимают несколько судей. Действуют они под контролем Андрея Богдана, одиозного адвоката времен Януковича. Мы сьогодні спостерегаем тот факт, что адвокат Андрей Богдан выполняет замовленные решения судей, занимается райдерством, отжимом конкретно по замовленню Боребратів Сегалів, занимается отжимом Каховского завода и ведет ряд других справ. Судя Контеричук, высшего суду, судя, который берет гроші у российских олигархів Саваковых через адвоката Андрея Богдана, и своими діями, по факту, продає оккупанту нашу Україну. О давлении со стороны бывших собственников заявляют и в фонде гарантирования вклада в физлиц. Там сообщили, банк НАДРА дал кредит 25 миллионов долларов на строительство завода по переработке сои в 2008 году. Но предприятие так и не смогло погасить долги. Задолженность составила 125 миллионов гривен, и предприятие по закону передали под контроль другой фирмы. После начала ликвидации финучреждения офшорная компания, подконтрольная братьям Сегалям, пытается взять соевый завод под свой контроль. В фонде уточняют, на ликвидатора давят при помощи правоохранительных органов и депутатов. Впрочем, активисты утверждают, беззаконие не допустят. В свою очередь, митингующие заявили, передали материалы своих расследований в НАБУ на ЗК и САП. Теперь ждут незаангажированного расследования со стороны антикоррупционных органов. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. 300 гранат и 30 минометов обнаружили полицейские в лесополосе в Днепропетровской области. В замаскированном тайнике они также нашли патроны, запалы и снаряды для гранатомета. По предварительным данным, боеприпасы были незаконно вывезены из оккупированного Донбасса. Их отправили сейчас на экспертизу и разыскивают тех, кто наладил поставки оружия из зоны боевых действий. Нападение на ромов в Тернопольской области накануне вечером в их лагерь ворвались люди с оружием. Все подробности в нашем материале. Свой табор ромы обустроили в лесу возле поселка Великая Березовица. Это в 7 километрах от Тернополя. Взрослые готовили на костре ужин, когда на них напали неизвестные. Примерно 20 человек в Балаклавах. До Тернопольского управления национальной полиции поступило поведомление от женщины про то, что в Великогиевском лесе, который находится неподалеку СМТ Березовица в Тернопольском районе, происходит стрелянка и убитие людей. В момент нападения в таборе было 7 взрослых и 15 детей. Известно, что в Тернополь они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали, сдавая металлолом и прося милостыню. Версий нападения у полиции несколько. В первую очередь это конфликт между местным населением и представниками ромской национальности. Потому что на передаче было несколько скарбов местных жителей про негативную поведенку ромской спиной на Тернопольщине. В поселковом совете Великой Березовицы о том, что случилось, узнали из интернета. Недалеко от места происшествия правоохранители заметили группу молодых людей. Среди них были и представители радикальных организаций. Всех доставили в отделение полиции. Но ни оружия, ни балаклав во время обыска у них не нашли. На инцидент уже отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. В том, что произошло, полномоченная по правам человека усмотрела признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении национального меньшинства. Ольга Теребинская, Жанна Дучак, Зиновь Танас. Подробности телеканал Интер, Тернопольская область. Его ждали, он приехал. Марк Цукерберг встретился с президентом и представителями политических групп Европарламента. Об этом визите договаривались очень долго и вопросов к основателю Фейсбука накопилось очень много. На все ли он ответил, узнаем от Елены Абрамович. После скандала с использованием данных пользователей Фейсбука на выборах в США Марка Цукерберга вызвали на ковер и в Вашингтоне, и в Лондоне. Теперь своего часа дождался Брюссель. В Евроквартале устроили демонстрацию. Требовали от еврочиновников добиться регулирования соцсети. А президент Европарламента впервые разрешил прямую трансляцию встречи такого рода. Цукерберг в своей вступительной речи извинился за утечку данных и напомнил о преимуществах Фейсбука. Здесь в Европе работает 18 миллионов малых предприятий, использующих Фейсбук. В большинстве случаев бесплатно. И почти половина из них утверждает, что трудоустроили больше людей с помощью наших инструментов. Вопросов у евродепутатов оказалось много. От истории о самоубийствах подростков из-за шантажа через Фейсбук до утечки данных пользователей. Когда Фейсбук просит другие компании удалить данные пользователей, то проверяет ли потом, было ли это выполнено. И как вы можете убедиться, что это действительно сделали. Расспрашивали целый час, а на ответы осталось минут 20. Цукерберг пообещал удвоить количество специалистов по безопасности. И заверил, что сеть выходит на новый уровень борьбы с фейками. Теперь это не реагирование, а опережение. 99% контента, который касается Аль-Каиды или ИГИЛ, мы блокируем еще до того, как кто-нибудь обозначит его как опасный. Другой пример, когда мы запустили Фейсбук Лайф, то увидели, что люди стали совершать самоубийства, используя прямые трансляции. Мы разработали инструменты, позволяющие блокировать такие видео менее чем за 10 минут. Эту дискуссию брюссельские СМИ анонсировали как решающий поединок между руководителем Фейсбука и еврочиновниками. А после завершения разговора написали. Заведомо провальный формат и жалкое зрелище. Евродепутаты так увлеклись своими выступлениями, что позволили Марку Цукербергу уехать, не ответив на главные вопросы. Из Брюсселя Елена Абрамович и Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Спокойного вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова